Мы не в будущем, а мы как бы не учимся. Мы не боремся за приоритеты свои. Так вот, эта как раз статья была посвящена открытию вот этой моей специалии. Это мой хороший знакомый, он профессор одного из университетов в Англии, очень активный человек, который работает как раз в этой области. И он меня попросил, ну, он русский, конечно, человек, и говорил, я хочу вот что-нибудь написать про нашу оптуэлектронику. Ну, хочется бы, ну, русский человек, ведь он такой же, хочется что-то ему показать, свое русское. И попросил вот, я ему посоветовал, да есть вот такой учёный Лосик, который, ну, просто не для этого случая. Я ему послал работу, ну, которая у меня была, и он почитал, потом почитал, да, выменял. Я лично знал Лосик, но я считал, что это такая приходящая, когда он разобрался, это русский гений, он просто был поражён тоже. Насколько сделанный Лосик его поразил, а это тоже специалист, очень высококлассник, он просто осторожный наблюдает. И вот он разразился этой статьёй Nature, журнал Nature, это самый престижный журнал в мире. Публиковать статью в этом журнале, это в великой честь, мне кажется. Вот он написал, да, с собой. Там какие-то следующие. Последние. А, так вот, большая часть этой статьи, как раз, посвящена, там пиша. Какого года статья? В 2007 год. В 2007 год. Ну, как раз годовщина вот этого открытия самого явления. Ну, есть там и больше, но не вошли. Но это очень важная статья. Мы сейчас что делаем? Вот раньше у нас, где-то в его столетии, с большим трудом нам удалось собрать статьи Лосева, ну, основные статьи Лосева на русском языке, и сделать вот книжку такую, вот, по-моему, за это книжку, и вот Лосева. Ну, там довольно много статей есть, интересно, говорится, то, что сделал Лосев. И вот там можно подчеркнуть многое. Но беда в том, что у Лосева достаточно много работы на иностранных языках. У него есть работы и на английском, и на немецком, и, по-моему, даже на французском. Как он все это, видимо, нужно заставило его учить эти языки. Вот. И, кстати, очень, вот у меня есть в одном, вот, в Афьем журнале обзор, посвященный вот своих работ с Лосеведодиологом. Вот. Ну, и сейчас создалась такая ситуация, что надо теперь выпускать вот такой сборник, но уже на русском, на английском не летят. Вот сейчас это готовится. Ну, тоже всегда очень много трудностей. Ну, с английского на русский перевести нет особой проблемы. Многие, так сказать, студенты, в том числе, сейчас это не такая большая проблема. А вот с русским и английским вот тут уже есть проблемы. Но все равно я, так сказать, организую наших сотрудников, которые, не все, правда, у них не так, отстраненно, но некоторые еще и есть, которые берутся. Вот сейчас мы как раз заполим такой сборник, где он будет и на русском, и на английском, и на английском. Что самое интересное, вот тоже как-то вот не вяжется. И сейчас светодиоды, вот если смотреть по журналам, по прикладным, как Лайф и Злэ, то есть там журналы по физике. Изучение светодиодов в одной из, так сказать, наиболее активных областей. Но совершенно несколько конференций по всему миру идет по светодиодам. Но до сих пор нет ни одной конференции в мире, посвященной вот истории светодиодов. Нет, просто. И вот в связи с этим юбилеем лосевским я в одну из фирм, которая считается главной в разработке, написал, что давайте организуем вот такую международную конференцию, посвященную истории. Я не говорил, там лоси, ну просто сразу, там не только лоси, там же целая наука, большая его влияние. И куляция. До сих пор таких, как сказать. И вот появилась, так сказать, мысль, ну а чтобы сделать такую конференцию, все же в России. Никакой поддержки. Это просто пара удивлений. Даже обратился к этому, к Жорес Ивановичу, к Жоресу. Да-да-да, вы мне все присылаете лоси, это мне очень интересно. А результат нет. И это вот типичное, так сказать. Я не знаю, я не понимаю. Но это очень реально какой-то, в общем, нонсенс. Так. Ну вот эта книжка, она есть. Но правда уже выпущена на небольшом пирожом. Пересдавать ее уже вряд ли не имеет смысла, надо вот уже другое издание, вот более расширенное. Все, да. Ну это вот, как бы, вот отклики разных людей. Давайте следующий, я очень не готовлюсь. Вот Жорес Иванович, так сказать, он воровался. Дальше. Вот Холаньяк, вот, кстати сказать, изобретателем в Америке светодиодов является Ник Холаньяк. Вот ему приписано. Вот уже, где-то в 70-х годах появилась его статья, ну вот, светодиодов, на основе Гориас. Ну, какая статья вообще-то, не знаю. Ну, и именно ему приписывается в честь открытия светодиодов. И более, так сказать, ну, когда я начал заниматься лосью, мне нужно было выйти на ловную, я не знал, где он, что с ним, но я знал, у меня был адрес электронной почты, линия электронной почты, а вот, а вот, Холаньяк. И я ему послал, вот, не знаете ли вы, вот, такого лосья, нравишься лобом, так и так, и он мне ответил. И вот из этих ответов, вот, не требовало его, как говорится, высказывали, а лосью вывезти. Бакстабардин, Нобелевский луреат, да? Бакстабардин, да. Бакстабардин, да. Бакстабардин, то есть Баратэ и Шоппа, Шоппа. Ну, а я пытался найти что-нибудь у Бакстабарина и Шоппа, ну, братан, он такой технический человек, техник. А Бакстабардин и Шоппа, что-то, да, еще и с учетом. Нигде не встретил упоминание лосья, ни Христаги, ни Свети Девоги. Нигде. Вот стиль. То есть они, вот, но, видимо, в этом есть, чувствуют какую-то целесообразность. Видно зря. Потому что, может, мы не понимаем, какой это традициональный год. Все понимают, все понимают. Да? Ну, мы не понимаем ее, поскольку вот такое отношение. Вот я вот уже сказал о сравнении лосья с Фарадеем. Вот, я сказал о подобии, но есть, как говорится, отличия, которые я вам писал. Есть количество различий. Если Фарадеем уже при жизни был признан и получил причитающие ему по праву почести, и, кроме того, от прожил, что он и счастливует в жизни, действительно, то власть, к сожалению, не имел ни того, ни другого. Конечно, они жили различными пунктами. Но самое главное, наверное, в том, что они жили и работали в разных странах, где по-разному цели талантливые вещи. Все нормально. Виталий, еще о том, что они сказали? Нет, это уже я. Вот, практически все, что я хотел с тебя получить. Конечно, не все. Кстати сказать, есть вещи, которые до сих пор не понятны. В смысле, у них было продолжение работы в этом направлении. Вот, до сих пор, собственно, не ясен принцип работы крестодина. Не ясен. Потому что получилось так, что наука пошла, так сказать, более не кремния, а вот это, представим, на более сложных соединениях. И это все стало... Цинхо. Цинхо? Да. Оки с цинхо. Оки с цинхо. Хотя он сейчас начинает, это только цинхо, сейчас начинает очень бомбное развитие, в частности, для ультрафиолетового, ультрафиолетового. Но тут надо, чтобы кто-то этим занялся. Ну, серьезное дело, но пока никого не могут измельциться. Это как раз дело для молодежи. Ну, что самое интересное, ведь Лосев, он погиб в Питере, он, будучи в Питере, он начал заниматься и другим вещами. То, сколько он работал в Питере на кафедре физики медицинского института. Поэтому, естественно, там вел какие-то работы, связанные с медициной. И вот известно, что он занимался электростимуляцией сердца. То есть, естественно, он делал все на себе. Он заставлял сердце биться, так, чтобы не перевалить, кто-то подавал. В общем, насколько это новое, я не знаю, это был 30-е годы. Но, тем не менее, он и этим занимался. Ну, наверное, еще многим мужчинам занимался, о чем мы уже, наверное, и ближе когда-то не узнали. Но, тем не менее, личность совершенно замечательная во всех отношениях. И особенно это важно, вот я, как раз, всегда подчеркну, особенно важно для молодежи. Вот, склонно. Нам говорили, когда Морс, бери пример товарища Жиринского. А вот я вам беру пример. Спасибо. Большое спасибо. Если у кого-то вопросы, подойдите, пожалуйста, лично. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ